Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Хавьера Муниса. Перед началом этого видеоролика напоминаю о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересно игровое прохождение или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, сегодня у нас два месяца, это февраль и март. Вот, ну и следующий получается ролик по Хавьеру Мунису может стать последним в Валенсии, потому что у нас останется матч Апреля, Мая. Ну а пока что три игры здесь, четыре здесь, то есть семь матчей, но могут еще и добавиться матчи Лиги Конференции. Из-за того, что мы вышли с первого места, мы пропускаем стадию 1.16 и будем ждать 1.8. Вот, как-то так. Также, 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 я посчитал, что у нас сейчас очень даже хорошая статистика, вы просто посмотрите. 34 матча мы отыграли уже за Валенсию, у нас 40 голов плюс 30 голевых передач, это 70 результативных действий. И, действительно, если разделить 70 этих матчей на 34 наших результативных действий, то у нас около двух голевых действий за игру. Вы представляете, очень даже хорошая статистика. То есть, если вот так вот сравнивать, давайте сейчас посмотрим. Так, где же наш вот-вот, вот-вот-вот, те же здесь, в Америке, когда мы играли в МЛС, у нас было 26 результативных действий за 12 матчей. Там-то, понятно, у нас даже показатель-то побольше, был там 2.1, даже можно, так сказать, 2.16, если вот так вот даже быть. Вот, а в Марселе у нас тоже, в принципе, неплохо все было, 46 голов, 16 голевых передач, 62 результативных действия за 36 матчей, это, ну, меньше, уже там 1.7. Ну вот, даже та Валенсия, которую вот в прошлый сезон мы провели, получается 22 гола и 11 голевых передач, это 33 результативных действия за 19 матчей, тоже показатель 1.7. Вот, ну, а на данный момент, как вы видите, 70 результативных действий, это больше 2 результативных действий за игру. Ну, покажется, понятно, что в Америке у нас как бы получше это все было, потому что там как бы соперники полегче. Так вот, к чему я хотел это все привести. Я решил отозвать мой запрос об аренде, посчитал, что мы очень даже хорошо сейчас играем. Понятно, что у нас как-то не растет рейтинг, я от этого вообще не понимаю, почему, но этот сезон мы уж точно доигрываем в Валенсии, и я попрошу, как только нас снимут с арендного списка, чтобы нас выставили на трансер, и будем ждать предложения от Мадридского Реала. Это именно из Испании, больше я никуда не хочу переходить именно в Ла Лиги, то есть, либо Валенсия, либо Реал, вот так вот. Но Валенсия оставаться не хочу, поэтому только Реал останется, вот. Ну, либо уйдем в какую-нибудь другую команду, потому что свет клином на Ла Лиге не сошелся, мы все-таки будем развивать нашу карьеру, при том, что и зарплату мы вроде там не сильно-то большую получаем, хотя тут зарплата-то сильно ни на что не влияет, но в любом случае у нас 10 тысяч евро всего лишь зарплата. Мне кажется, при таких показателях, как 70 результативных действий в 34 матчах, это, мне кажется, уже надо там зарплату больше 100 тысяч нам делать. Поэтому Севилья сейчас против Валенсии, матч чемпионата Испании, поехали. Ну что же, Севилья принимает нас, задание оценка, гол, либо голевая, и успешный навес. Ну, давайте попробуем понавешивать, ну и, значит, нам надо либо забить, либо отдать голевую за сегодняшний матч. Будем тоже это стараться, как минимум, с навесов, там, угловые подать, это вообще нам без проблем. Так, Даут через нас отлично, есть у нас. Одну минуту добавил арбитр. Сейчас здесь только на ускорениях каких-то двигаться, можно постараться сейчас что-нибудь здесь придумать. Голевую, например, но нет, это не голевая, но предголевая передача, и мы смогли выйти перед самым перерывом. Вот просто все зазря здесь, сами сделали, пробежали, но главное, что забили, и Даут забивает первый гол для себя за Валенсию в Ла-Лиге. Закария, неплохо. И какой заброс-то на ануачу, и он отдает. Мы отдаем голевую передачу, а он забивает. Отлично, 2-0. 65-я минута на выезде, ну просто шикарно мы отдали. Это еще и голевой пас, там примерно с, даже чуть поближе, 11-метровой отметки, там метров 9, наверное, было до ворот. И отлично, ануачу забил 12-й гол в Ла-Лиге, ну а мы отдаем очередную голевую передачу. И все, финальный свисток, с счетом 2-0, Валенсия на выезде переигрывает Севилью. Наша голевая передача на счету Хавьера Муниса, замечательно. Ну а лучшим признан, кстати, Яспер Сильсон, у него 4 сейва при 5 ударах по воротам, и правда 4 ударов створ было, поэтому замечательно. Так, мы выполнили только 2 задачи, это рейтинг матча, выше 7,5 получили гол, либо голевую передачу мы тоже отдали, а вот навесы вообще не получилось, хотя много пытались навешивать, но ни одна, я так понимаю, точная у нас не была. Ну что же, сейчас у нас снова выездная игра против Реал Бетиса, они идут на 6-й строчке, у нас лидерство в 6 очков, но вот постараемся также оставить это лидерство и надеяться на то, что соперники у нас будут ошибаться, но мы будем набирать количеством очков и делать отрыв больше. Ну что же, снова у нас выездная игра, так, снова успешные навесы, перехваты, я даже не знаю, давайте будем снова пытаться навешать, потому что перехваты, но там либо получится, либо нет. А вот и опасный момент, и Вирц забивает уже на 10-й минуте, Манафа отлично на меня передачу отдает. И Распадори забивает, навес успешный, я надеюсь, все-таки это был, и это засчитали, поэтому замечательно. Очередная голевая передача у нас, вторая в сегодняшнем выпуске. И это пенальти, и это пенальти в руку Сенесси, я так понимаю, мяч попадает. Смотрим еще раз на этот повтор. Ну да, выставлен был локоть, и мы еще бьем пенальти. Вот тогда. Ну давайте попробуем мощно пробить в левый нижний угол. И нет, тащит голкипер. И не получается у нас вывести вперед сейчас. Вроде бы и мощно пробили. И вот он момент, но вот здесь-то нужно забивать сейчас. За пенальти, за пенальти мы все-таки забиваем. Отлично, не забили 11-метровый, но забили с игры зато. 87-я минута. Муниас приносит волевую пока что победу для Валенсии. И гол плюс пас на его счету, и в двух голах мексиканец поучаствовал. И все на этом. Заканчивается матч. Валенсия одерживает минимальную, волевую и выездную победу над Риал Бетисом. Лучшим игроком матча признан я. Правда, у меня есть незабитый пенальти в этом матче. Но вот, в любом случае, главное, что победа. Ну что же, а по матчу, по заданиям, выполнена только оценку. Не получилось достигнуть. Тут всего прям чуть нам не хватило. Ни навесы, ни перехваты, к сожалению. Итак, сейчас мы играем с аутсайдером. Первая строчка против 20-й. Вот как-то так, это же самое, да, последнее место. Да. Эйбар сейчас идет на вылет, но мы все-таки играем дома. И лидерство у нас сейчас в 5 очков. Но и матч в запасе, поэтому будем стараться сейчас делать отрыв 8 очков. Надо обыграть Эйбар. Поехали. Итак, задание на матч. Снова успешные навесы и обводки. Давайте все-таки здесь уже попробую обводки сделать. Ну и также будем навешивать задачи на голевые и на забитые мячи у нас нет. Поэтому пока что будем решать свои задачи. Потому что, мне кажется, забивать все-таки есть кому. И мы пропускаем. Вы серьезно? 49-я минута Эйбар забивает. Вот так вот это было. Потому что мне как-то камера не показала этот момент. Но мог Сильсон здесь потащить. И вот так вот. 20-я строчка забивает первой. Мы сейчас проигрываем дома. И, ну забивать же нужно отлично. Навертел, накрутил сейчас Мунис оборону Эйбара. И забивает 80-я минута. Возвращает Валенсию в игру. И все. Финальный свисток. Валенсия вырывает, можно так сказать, ничью с аутсайдером. Мунис забил. Важный гол для Валенсии, который спасает их от поражения. Ну а лучшим игроком матча признан Кантера. Это вратарь Эйбара, который сделал 6 сейвов из 7 ударов в створ. Ну зато по заданиям мы выполнили абсолютно все. Рейтинг матчей, успешные навесы и успешные обводки. Так, ну и сразу же, кстати, наш запрос на трансфер. Руководство согласилось с нами и отправили нас на трансферный рынок. Список выставили нас на трансфер. Отлично. Ну и вот Мунис подает запрос на трансфер. Я не знаю, здесь, кстати, не буду ничего писать по тем командам, которые, в принципе, мной могут интересоваться. Так, ну что же, а там, кстати, прошла у нас жеребьевка 1-8. Я так понимаю, ну давайте, в принципе, пробежимся по всем Еврокубкам. Что там вообще, в принципе, происходит мне интересно. Так, первый матч. Но это пока что мы здесь не будем акцентировать внимание. Вот. Предварительный раунд еще и в Лиге Европы. Лестер-Сити прошел на поле. ПСВ прошли Брюгге. Бавария прошла Монако. Спартак прошел Миддлэнд. Ювентус прошел Фейнорд. Славия прошла Леон. Вольфбург прошел Динамо Киев. И Аякс проиграл Хофенхайму. Вот. Ну и на 1-8 стадии встречается ПСВ против Севильи. Лестер-Сити против Баруси Мюнхенгладбах. Вольфбург против Ромы. Бавария против Тоттенхэма. Спартак против Порту. Славия против Ницит. Хофенхайм против Милана. И Ювентус против Реал Соседада. Ну и по Лиге конференций, в которой выступает Валенсия. Селфик обыграл Аик. Утрихт прошел Ференсфараш. Антвер прошел Рэдбул Зальцбург. Шарли Рой прошел Фенербахче. На удивление. Бешекташ прошел Унивью Краковья. Вроде так, если я не ошибаюсь, называется команда. Лузерн прошли Леч Познан. Аек из Афин прошли Апуэль. ФКСБ, бухарестский клуб, если не ошибаюсь, прошли Андерлехт. Ну и все. И вот пары на саде 1-8. Лейпциг против Аека. Мы играем против ФКСБ. Лузерн против Орентины. Селтик против Лиля. Генг против Чарли Роя. Олимпиакос против Утрихта. Бешекташ против Браги. И Роял Антвер против Уэстхэма. Ну что же, сейчас у нас выездная игра против Леванта. Они идут на 10-й строчке. У нас лидерство в 6 очков. Но нужно нам все-таки набирать сейчас форму из-за того, что потеряли очки с Эйбаром. Надо вот еще и доверие болельщиков, мне кажется, вернуть. Леванта против Валенсии. Начинаем. Итак, задание на матч. Получить оценку, не проиграть в матче и нанести 2-2 по ротам. Давайте мы уж точно, мне кажется, не проиграем. Поэтому возьмем. Ну и надо наносить удары по воротам. Минимум 2. Так что будем стараться атаковать лично. И мы пропускаем серьезно на 6-й минуте. Маупей нам забивает. Мунис отлично отрывается от обороны Леванте. И надо забивать. Отлично. Снова Мунис решает проблемы, когда Валенсия проигрывает. Снова решающие вот эти вот голы забивает наш мексиканский вингер. 28-й гол в 26 матчах Ла Лиги на счету Хавьера Муниса. Мунис. И отлично. Какая передача-то на Гуэдеша и голевая передача еще. Вот так вот. Буквально за 3 минуты Валенсия выходит вперед на выезде. И снова все сделал Мунис. Отлично. Отдал еще и голевую передачу. И все. Финальный свисток. Минимальная выездная и снова минимальная выездная волевая победа. Вот. Обыграли Леванты. Снова проигрывали по ходу встречи. Гол плюс пас. Снова я игрок матча. Но вот не знаю сейчас насчет задач выполнен или нет. Мне надо было нанести там удар. Вот на последних минутах попал в штангу. И не знаю засчитают это или нет. Нет. Не засчитали. Избежали поражения. Нанеси только один удар по воротам. Но зато с этого удара мы и забили. Итак. Кандидаты на звание игрока месяца в феврале в Ла Лиге. Это Исак из Реал Соседада. И также Ояр Забаль из этого клуба. Бредди из Депортивала Веса. И Мунис из Валенсии. Ну вот будем ждать сейчас. Что все-таки решат эксперты. Не знаю кто это все-таки проводит. Благодаря кому все это. И. И, и, и. Назвали, не назвали еще. Так. Валенсия делает очередной шаг к чемпионству. Пишет в новостях. Это к нашей игре. Даже не знаю против кого. Против Хитафи. Ну а пока что еще игрока месяца в феврале не назвали. Но игра действительно против Хитафи. Они идут на 12 строчке. Для нас это домашняя игра. Поехали. Ну и составы на ваших экранах. Кстати могу выделить Жамаледдинова. Который играет на левом фланге. Полузащиты. У Хитафи. Начинаем. Итак. Валенсия против Хитафи. Задание на матч. Оценка не ниже 7.5. Точная передача 65%. И забейте голы. Из-за пределов штрафной. Давайте лучше точные передачи возьмем. Ну нужно же забивать. И Ануачу забивает. Отлично. Очередная наша голевая передача. Но задача у нас стоит на этот матч. Чтобы забить из-за пределов штрафной. Пока что моментов таких у нас не было. И все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа над Хитафи. Ануачу забил с нашей голевой. Итак. Ануачу признан игроком матча. У нас с ним одинаковая оценка. Но наверное все-таки гол ценится больше. Итак. Получили мы оценку. Ниже 7.5. Точная передача на 71%. И ни одного гола мы вообще не забили. Да. И тем более из-за пределов штрафной. Так. А нам приходит предложение от Брайтона. Это английская премьер-лига. Нам вроде Вестхэм еще предлагал. Когда мы были в Америке. Но вот 35 тысяч евро. Понятно что не сотку нам предлагают. Но в 3.5 раза больше. Но в Брайтона я точно переходить не собираюсь. Просто оценить уровень. Где они сейчас идут. 15 строчка. То есть они наверное борются больше за выживание. Как-то так. Либо задача у них остаться в середине турнирной таблицы. Но вот. По этому предложению я наверное скажу нет. И так. 40. Почти 1 миллион. 41 миллион. Пытались за меня заплатить. Заплатить футболный клуб Брайтона. Кстати мы стали еще игроком месяца в феврале. Вообще супер. Ну вот. Хоть какие-то реальные цифры мы увидели. По поводу нашего трансера. Ну что же. А сейчас у нас впервые мы вроде здесь играем. Потому что в Марселе мы играли в Лиге Европы. Если я ничего не путаю. Надо кстати посмотреть. Чтобы точно в этом убедиться. Да. В Лиге Европы мы играли и выиграли. Вот. Ну а сейчас играем в Лиге Конференции. Почему бы не попробовать и здесь трофей выиграть. Все-таки соперники то есть интересные. Это и Лейпциг. Ферентина. Лиль. Вестхэм тот же самый. Бешиктаж даже. Поэтому посмотрим. Что у нас сегодня. Получится первая игра. Вы зная правда мы отправляемся. Если я все-таки не ошибаюсь. То это правда румынский клуб. Вот. По форме я кстати не знаю. Мне кажется. Будем как-то мы сливаться. Давай лучше вот серенькую возьмем. Вот. Ну и состав на наших экранах. Поехали. Ну что же. Наш дебют в плей-офф Лиге Конференции. Еще и на выезде. Посмотрим. Так оценка. Они ниже 8.5. Командное владение. Это точно я не буду брать. Давайте передачу 15 попробуем сделать. Там без разницы. Хоть на своей половине поля. Хоть на половине поля соперника. И серьезно. Мне в руку мяч попадает. И арбитр назначает пенальти. Я решил все-таки как-то в настройках включить. То что игра рукой включена. В штрафной. Ну вот сейчас вот просто шикарно. И забивает Будеску. И ФКСБ выходит вперед на 80. Там четвертой минуте. Отлично проходит. Но надо забивать. И забивает Мунис. Забивает и отвечает всем тем, кто сейчас уже писал в комментариях. Скорее всего. Либо ему в соцсети. То, что вот. Из-за тебя мы сейчас могли проиграть. Ну а Мунис забивает. И сравнивает счет. Поэтому время-то еще есть. Кстати и победу может быть вырвать. Все-таки 88 минута. Финальный сесток. И ничья 1-1. После первой игры. Так что все будет решаться уже в Испании. Лучшим игроком, кстати, признан я. Хоть и пенальти там, так сказать, заработал. Но все-таки решил исход этой встречи. И как минимум вырвал ничью в этой выездной игре. Итак, по задачам. Мы не выполнили ни оценку. Мне немножко вот не хватило одной десятой. Командное владение. 53 процента. Ну и сделал как минимум основную задачу по передачам. Сделал их 11. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Альмирии. Они идут на 14 строчке. Но команды с низших строчек чемпионата нам все-таки доставляют проблем. Поэтому начинаем. Итак, задание на этот матч. Оценка не ниже 8,5. Соотношение головку ударом. Не проиграй. Давайте лучше вот снова же попробуем не проиграть. Потому что все-таки кажется, победу здесь мы должны одерживать. Хоть и на выезде играем. Так, ну и замечательно. Опять же, пенальти я, наверное, все-таки отключу после этого матча. Вот это вот правило настройки. Даже я не знаю, как правильно сказать, что в штрафной игроками. Потому что еще больше стало для того быть. Но вот проблемы. Мы пропускаем на 8 минуте. Хотя там ничего особенного-то и не было. Просто игрок ставил как бы корпус. И от него мяч должен был улетать на угловой. И мы пропускаем еще и второй. На 49-й уже там дополнительной минуте. Альмерия нам забивает еще один гол. И замечательно. Еще и третий гол пропускаем. 73-я минута. Альмерия просто громит нас дома. И все. Финальный свисток. Мы сенсационно проигрываем. Альмерии на выезде. Ну, самое вот обидное, наверное, сегодня для нас поражение. Да и в принципе, наверное, по ходу сезона у нас даже такого не было. Итак, по всем трем заданиям мы тоже провалились. Так, ну и нас взяли в сборную Мексики на товарищеские матчи против Аргентины и сборной США. Ну, а сейчас у нас ответная игра против ЭКСБ. Я даже сейчас хочу просто посмотреть, как, в принципе, эта команда идет сейчас в чемпионате. Надо было этот разбор, наверное, перед первой игрой делать. Но мне, в принципе, интересно. Они идут на первом месте. Хороший у них отрыв. В 8 очков. В чемпионате. В предварительном раунде они уверенно, так сказать, прошли андеррехт со счетом 3-1. Ну, а в групповом этапе заняли вторую строчку. Там все-таки Олимпиакос был, который 6 из 6 матчей выиграли. Ну, а так еще и в КСБ конкурировали с Викингом. Поэтому что-то сказать будет трудно. Но команду этому, мне кажется, мы должны обыгрывать. Потому что мы, я надеюсь, фавориты на победу в этом турнире. Итак, задание. Оценка не ниже 8,5. Обводки и 5 передач на половине поля соперника. Давайте возьмем все-таки обводки. И забиваем. С вот таким вот рикошетом, но забиваем. Отлично. Восьмая минута. Дэниал Васс. Я надеюсь, на него голос запишет или нет. Нет. Неделку. Автогол. Ну, а мы выходим вперед. Замечательно. И, ну, вот он момент. И надо было забивать. Ну, как? Не забили и Закария. Все-таки забивает. 2-0 счет. 3-1 в общей сумме. Ну, вот как вот здесь вот можно было, ну, не забить. А ну, а чё. Слава богу, что в момент удара Закарий в нас мяч не попал. Но так все супер. 2-0 ведем. И Распадори забивает еще один мяч. 3-0 мы уже ведем к перерыву. Ну, здесь просто все шикарно было сделано. При том, что мы ведем сейчас в счете 3-0. Я ни одного мяча не забил. Ни одной голевой пока что не отдал. И все. Финальный свисток. Валенсия разгромила. ФКСБ у себя дома. Со счетом 3-0. И получает право выступать в четверть в финале Лиги Конференций. В этом матче мы никак не отличились. Ни одного гола, ни одной голевой передачи. Лучшим игроком стал Закария. 8-6 у него оценка. Ну, и вот по заданиям не выполнили только мы оценку. Обводки. 63% и 7 передач на половине поля соперника. Итак, давайте подведем итоги всех раундов 1-8 во всех Еврокубках. В Лиге Чемпионов. Марсель наш. Марсель, за которым мы выступали, можно сказать, разгромили Ливеркузе на стадии 1-8 со счетом 7-3 и прошли в четверть финал. Дальше. Реал уверенно прошелся с Бенфикой 5-3. Манчестер Сити минимально переиграл Аталанту со счетом 5-4. Боруссия минимально переиграла Ливерпуль со счетом 4-3. Атлетика Мадрид минимально обыграл Челси со счетом 3-2. Манчестер Юнайтед разгромил Лацио со счетом 6-1. Барселона по пенальти прошла Спортинг и ПСЖ разгромили Интер со счетом 3-0. И в четверть финале у нас вот такие пары. То есть у нас, во-первых, Испанское дерби, Эль Классика, Реал против Барселоны, Французское дерби, Марсель против ПСЖ и дерби двух Манчестеров. Манчестер Сити против Манчестер Юнайтеда. Вот Боруссия Дортмут и Атлетика команды из двух разных стран. В 1-8 Лиге Европы Севиле по пенальти прошла ПСВ. Боруссия Мюнхенгладбах прошла уверенно против Лестер Сити 4-2. Рома минимально обыграла Вольсбург со счетом 5-4. Бавария минимально прошла Тоттенхэм со счетом 4-3. Спартак минимально прошел Порту со счетом 2-1. Славия минимально прошла Ниццу со счетом 3-2. Хофенхайм прошелся по Милану. Казалось бы, не разгромно, но по пенальти вот как-то вот такую сенсацию тоже сделали. И Ювентус вынес Реал Соседат со счетом 6-2. Ну и вот такие вот у нас четверчинальные пары. Немецкое дерби. Бавария против Хофенхайма. Спартак против Славии. Сивиля против Боруссия Мюнхенгладбах. И итальянское тоже здесь дерби. Рома против Ювентуса. Так, ну и у нас лично я сейчас не посмотрел. Закрыл глаза, когда переключал четверть финала на 1-8. И смотрим нашего возможного соперника. Генг прошел Чарли Рой со счетом 2-1 минимально. Олимпиакос вынес Утрихт 5-2. Бешикташ минимально переиграл Брагу со счетом 4-3. Руял Антверб, кстати, обыграл Уэстхэм. Вот тогда. Лейпциг вынес АЕК. Мы вынесли ФКСБ. Ферентина вынесла Лузерн. И Селтик уверенно прошелся по Лилю 3-1. Итак, наш соперник. Я вот хотел бы, наверное, Генг видеть. Хотел бы видеть Руял Антверб. И Селтик, может быть. Да, замечательно. Мы, скорее всего, будем в полуфинале играть. Но не факт. Бельгийская команда нам попадается. Генг против Селтика. Бешикташ против Иорентины. Олимпиакос против Лейпцига. И мы против Роял Антверб. Так, нам пришло предложение Бенфика. Бенфика нас хочет купить. Но сейчас интересно посмотреть, что вообще с этой португальской командой. Где они идут, на каком месте. Было бы интересно еще посмотреть, в каком они Еврокубке сейчас играют. Ну, Бенфика, кстати, борется за чемпионство. На втором месте они идут. Но не факт, что выиграют. Поэтому не факт, что будут играть в Лиге Чемпионов. Я, кстати, сейчас и не помню. Бенфика, да, заняла второе место. И проиграли они Реалу на стадии 1-8 Лиги Чемпионов. Но я, пожалуй, отклоню. Потому что я бы хотел оставаться все-таки в топ-5 европейских лиг. Хоть многие сейчас будут говорить, что португальская лига даже выше французской. Но для меня это не так. Для меня французская лига даже получше, нежели чем португальская. Поэтому я отклоняю. Итак, у нас лидерство в 5 очков. Теряем мы все равно хватку в последних матчах. Но вот сейчас играем против Малаги дома. Против команды с 19-й строчки. Поэтому нужно нам их обыгрывать. Составы на ваших экранах. Поехали. Ну что же, у нас последний матч в сегодняшнем выпуске. И вот задание. Оценка не ниже 8-5. 10 передач и забить 2 гола. Давайте попробуем 15 передач отдать. И Распадори открывает счет в этой встрече. 14-ая минута. 1-0. Мунис подбирает мяч и бежит в контратаку. Провалился здесь фланг Малаги. Здесь немножко поединоличием. И забивает Хавьер Мунис. Отлично. 2-0. 37-ая минута. И мы пропускаем. 48-ая минута. Малага забивает. Прямо сразу же, буквально как мы вышли после перерыва. Ну вы просто посмотрите. Как-то перебросили вратаря. Причем даже не ударом Паненкой. Хорошую передачу мы получаем. Снова никто нас не встречает. Двигаемся дальше. И забили. Отлично. На вот таком вот рикошете. Но получилось нам забить. И Хавьер Мунис забивает 30-ый гол в чемпионате Испании. И все. Финальный у нас свисток. Дубль мы забиваем в сегодняшней встрече. Ровно столько же, сколько и просил от нас главный тренер. Лучшим игроком признан я. И у нас все три задачи выполнены. Оценка выше 8,5. 16 передач. И 2 забитых мяча. Итак. Международная товарищеская игра против сборной Аргентины. Мы в старте на позиции форварда. Но вот. Быстро сейчас рассчитаем. И посмотрим, как мы отыграем. Так. Мы проиграли с счетом 2-1. И мы, кстати, забили гол. Можно сказать, такой важный. Сравняли счет перед самым перерывом. Но выполнили вот сдачу от тренера именно по оценке. Итак. Игра против сборной США. Мы снова в старте. И мы сыграли мячу 2-2. Пинеда у нас забил дубль. Но у них забил Конрад и Хоппе. Не выполнил я задачу тренера. Получил оценку 6-4. А надо было 7-0. Итак. Кандидаты на звание игрока месяца в марте. В Ла Лиге Сантандер. Барнс из Барселоны. Скамака из Сельты. Венисиус из Реала. И мы из Валенсии. Поэтому в следующем выпуске мы узнаем. Станем ли мы игроком месяца в марте. Мне кажется нет. Потому что там мало как-то и забивали. И голевых меньше отдавали. Вот. И были у нас все-таки поражения в этот месяц. Поэтому как-то так. На этом все. Друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok